Привет! Сегодня я сдам в аренду удочку 10 левела и эхолот. И мы снова посмотрим, обманет ли меня игрок, либо же окажется честным. Возьму в аренду удочку бюджет свободный. Эхолот и удочка 10 уровня. Полтора миллиона он мне дает взамен. Ровно через час тут встречаемся. Судя по всему, это честный игрок, и он отдаст мне удочку и эхолот. Прикинь, хотел взять в аренду удку Хугаромера. Хочу напомнить, что подписчики моего телеграм-канала посмотрели это видео первыми. Почему вы еще не подписались на мою телегу? Вот, кстати, QR-код. Я реально закидываю туда ссылку на ролик еще до его выхода на ютубе. Но как только под этим роликом наберется 5000 лайков, я сдам в аренду кое-что еще. Пока что не буду говорить, что именно я буду сдавать в аренду. Так будет интереснее. Я уже, как всегда, зашел на сервер со своего второго админского аккаунта. Пришлось поменять на нем ник, потому что ник вы уже давным-давно знаете. Теперь я могу с уверенностью сказать, что никто, совершенно никто не знает, что это мой аккаунт и что это админ. На этом аккаунте у меня есть удочка 10 уровня и эхолот. Вместе они стоят в районе 100 миллионов. И как вы поняли, сегодня я попробую сдать удочку и эхолот в аренду. И мы посмотрим, вернет мне их игрок, либо же оставит их себе. В прошлом видео я сдавал в аренду суперграбли. Кто не смотрел, обязательно сначала посмотрите это видео по подсказке сверху. Там произошла очень непонятная ситуация, но попытка развода все же была. А за такое, по правилам Аризоны, бан на 30 дней. Он сейчас не в сети, поэтому баню его в оффлайне на 30 дней за попытку развода. Чтобы понимать, за что он получил свой бан, посмотрите прошлое видео, где я сдавал в аренду суперграбли. Сейчас я нахожусь на рыболовной базе. И здесь, судя по всему, вообще нет игроков. Дело в том, что последние несколько дней, когда я заходил в игру, здесь был народ. И здесь постоянно кто-то кричал о том, что хочет взять в аренду удочку и эхолот. Но, как только я зашел снимать это видео, конечно же, здесь никого нет. Что уж там говорить, за полчаса до съемки этого видео я заходил сюда, приходил на базу рыболовов. И здесь стоял чувак, который хотел взять в аренду удочку 10 уровня. Остается теперь только ждать, пока сюда кто-то придет. Скорее всего, именно после моих видео, где я сдаю в аренду суперкирку и суперграбли, появилось еще больше таких игроков, которые что-то хотят взять в аренду. И как раз в прошлых видео я говорил о том, что я собираюсь снимать видео о том, как я буду сдавать в аренду удочку и эхолот. Поэтому я перестраховался и специально поменял ник на этом аккаунте, чтобы уж точно меня никто не узнал. В общем, ждал я где-то полчаса, уже даже начал предлагать сам сдать в аренду кому-то удочку и эхолот. Но никто так и не соглашался. Ребят, чекайте чат. Возьму в аренду удочку, бюджет свободный. Вот этот чел, он стоит в радиоцентре и, видать, только что подал это объявление. Кстати, кажется, как раз-таки час назад я его и видел на базе рыболовов. Сейчас я ему позвоню. Привет, нужна удочка? Ку, удочка 10 левел и эхолот возьму в аренду. Это то, что нужно, потому что я думал, он будет брать в аренду только удочку. Хотя, с другой стороны, зачем брать в аренду только удочку? Едь на базу рыболовов. Ок, сейчас буду. Наконец-то я нашел чувака, который захотел взять в аренду удочку и эхолот. И да, это точно был тот чувак, которого я видел час назад до записи этого ролика. Возможно, кстати, это мой подписчик и он знает, что я снимаю ролик. Но, как я уже говорил, я поменял ник на этом аккаунте, поэтому он мне не должен узнать. Так, это он подъехал? Фак, я здесь, куда ты побежал? А, нет, это не он. О, а вот и он. Фу, сколько час аренды стоит? Я, на самом деле, даже не знаю, за сколько отдавать удочку и эхолот на час. За полтора кака норм? Да, пойдет. Чувак, кстати, походу при бабках. Посмотрите, у него цель майнинг фермы. У него неплохие такие аксессуары. Даже вот фотоаппарат на грудь. Он вроде дорого стоит. Ауди Р8. Вообще, я такую тачку почти не видел никогда. Я уже научен опытом. Меня в прошлый раз кинули на суперкирку. Поэтому нужно обсудить условия сделки. Я тебе даю эхолот и удочку десятого левела на один час в аренду за полтора кака. Верно? Да. Таймим все это дело на всякий случай. Эхолот и удочка десятого уровня. Полтора миллиона он мне дает взамен. Спасибо. Ровно через час тут встречаемся. Куда бежишь, братух? И убежал куда-то. Ну, я думаю, он меня понял. Ну, походу, он собирается сейчас рыбачить, естественно. Покупает наживку. У этого чувака 37 уровень. 35 миллионов наличкой. Работает дальнобойщиком, обычный работяга. И Ауди Р8. Это его машина. Я смотрю, закупил он наживки неплохо. Так, всех видов по 10 штук. Вот он мой эхолот и моя удочка. Так, это что, он уже приехал рыбачить, что ли? Не, ну, в принципе, с моста вроде рыбка клюет. Так, а рыбы тут, походу, нет. Потому что что-то он не начинает ловить уже минут 5. О, рыбалочка пошла. Слушайте, а недорого ли я вообще сдал удочку эхолот? Он вообще зачастую окупится. Ну, это уже не мои проблемы. Поймал рыбу форель. Кстати, у него нет ни дома, ни бизнеса. Даже статуса VIP. Слышь, ты в курсе, чей это мост? Давай так. 10к и можешь делать все, что хочешь. Гляньте, он просто его давит. Поезжает. Не, ну, хорош. В принципе, я бы точно так же сделал. Потому что, что за фигня? Короче, он приехал на новое место. Правда, новое место совсем недалеко от старого. Вот тот мост, с которого он только что рыбачил. Ребят, прошло уже полчаса с момента, как он арендовал удочку эхолот у меня. И он до сих пор стоит на этом пирсе и рыбачит. Здесь что вообще, рыба бесконечная? Судя по всему, это честный игрок и он отдаст мне удочку и эхолот, поскольку он видел, как я обговаривал все условия сделки, таймил. И поэтому он, наверное, понимает, что в любом случае он получит бан, если он меня кинет. Хотя, игроков с прошлых моих роликов это не останавливало почему-то. Походу, в этом месте, наконец, уже закончилась рыба, раз он отошел. Ладно, мэн, у тебя осталось еще минут 15 и ты уже как бы должен отдавать мне удочку и эхолот. Не заигрывайся тут давай. Так, он кому-то звонит. Прикинь, хотел взять в аренду удочку у Хуго Ромера, а мне сдал левый чел. Думаю оставить себе удочку и эхолот, ах-ах. То есть, все это время это был мой подписчик? Как я и говорил, мои подписчики после моих видео пойдут искать меня, чтобы взять у меня в аренду удочку и эхолот. И как хорошо, что я сменил ник на своем аккаунте. Этот чувак подумал, что он взял в аренду удочку и эхолот у какого-то просто рандомного чувака. И сейчас думает меня кинуть и забрать их себе. То есть, его даже не останавливает то, что я обговорил сделку, зафрапсил все это, затаймил. Ему вообще все равно. Реально не понимает, что он получит бан? То есть, вы понимаете, если бы я не поменял свой ник, он бы меня, естественно, узнал. Потому что мой ник палился в прошлых роликах. И, естественно, он бы меня тогда и не пытался меня кинуть. Вот это уже интересно, ребят. Я, честно говоря, не думал, что все обернется именно так. Кстати говоря, он едет обратно на рыболовную базу. Неужели все-таки передумал и собирается вернуть? Хотя час еще не прошел, у него еще есть минут 10 как минимум. Так, ну он, походу, продает сейчас рыбу, которую выловил за это время. И я очень надеюсь, что он будет меня ждать. Но, походу, нет. Он уезжает отсюда. Ладно, может быть, у него был полный инвентарь просто. И он освободил его, продав рыбу. И сейчас поедет снова рыбачить. У него все-таки осталось еще 10 минут. Но, честно говоря, я мало в это верю, после того, что он сказал своему другу или кому-то он сказал это по телефону. А Хуго Ромера в сети? Это он в репорт написал только что. Очень интересно, зачем он это спрашивает в репорт. И админ ему отвечает нет. А все потому, что админы тоже не знают, что я сейчас зашел с этого аккаунта. Короче, ребят, все сходится. Он специально спросил в сети я или нет, чтобы понять, я это был или не я. Боюсь даже представить, куда он сейчас едет. Если на центральный рынок, то я даже не удивлюсь. Как я и говорил, он приехал на центральный рынок. Так, и он почему-то оказался на спавне. Че, умер что ли? Кстати говоря, время аренды уже подходит к концу. Мне кажется, это был какой-то знак свыше, что не стоило приезжать на центральный рынок. И неужели он сейчас опять едет на центральный рынок? Да, но он опять приехал на центральный рынок. Все-таки есть еще надежда на то, что он не собирается продавать удочку и эхолот. Слушайте, и походу он не собирается продавать реально, потому что он уехал с центрального рынка. Вот эхолот, а вот моя удочка. Они как бы на месте у него. Ребят, ну слежу за ним я уже где-то полчаса с тех пор, как он ушел с центрального рынка. И что-то он не спешит мне отдавать удочку с эхолотом. Просто катается, ездит себе куда-то, но не приезжает на рыболовную базу, где мы договаривались встретиться. Так, и походу он приехал что-то страховать. Неужели удочку и эхолот? Кажется, я понял. Он ставил на страховку свою машину, чтобы ее продать походу. Да, он выставил Audi R8 за 30 миллионов. Короче, он просто играет и уже даже забыл, что ему нужно вернуть мою удочку и эхолот. А они до сих пор у него. Вот, эхолот и удилище. Короче, я так понимаю, он меня кинул на удочку и эхолот, потому что прошло уже минут 10-15. Он просто стоит, продает машину. Еще немного за ним послежу, и если он не вернет мне в течение 10 минут мою удочку и мой эхолот, то ну все, это 100% кидок. Player Disconnect. Да ну. Ребят, он вышел из игры и походу не спешит заходить, потому что уже минут 5 он не появляется в сети. Короче, ребят, напишите в комментариях, что с ним делать после всего этого. Но лично я почти на 100% уверен, что это кидок и что он меня собирался обмануть и реально обманул. В общем, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Напоминаю, что как только под этим роликом будет 5000 лайков, я сдам в аренду кое-что еще. Но пока что я вам не скажу, что именно это будет, чтобы снова не встретить там своих подписчиков. И не забывайте, что подписчики моего телеграм-канала смотрят ролики самыми первыми. Сканируй QR-код или переходи по ссылке в описании.